Остаться на третий срок. А у нас это такое между собой. Я еще в 50-е годы помню. Фронтовики, репрессированные, они любили собраться там где-нибудь тихаря. И за бутылкой водки рассказывали друг другу такие жуткие истории. В то время фронтовики, это сейчас они в почете, а в то время они искалеченные, больные, никому не нужны были. Вот они только друг другу и воевали. То, что было на самом деле на фронте. Ну, собственно, между собой поговорят, для власти это тоже было безобидно. Ну, в застойные времена, мы помним, власть как бы рабочая крестьянская была. Те, кто были при власти, они пользовались спецпайками, спецобслуживанием. В очередях за самым необходимым не толкались. А народ на кухнях обедом мыл, как говорится, из пустого порожья. Тоже это безобидная вещь была. Я думаю, вот сейчас с кухни перебрались в интернет. Там тоже изливают душу, пар выпускают. Для власти это вообще как обстенку горох. Что интересно, я вот, Путин к 6 лет еще вот будет у власти, есть время, как говорится, созреть самим, воспитать своих детей, подростков, чтобы на следующий срок хотя бы был какой-то шанс изменения власти, если до тех пор Путин до развала страны не доведет, как в свое время прежним. Тоже был застойный период, 18 лет, Путин уже как бы после 6 лет уже 24 года будет править. Я тоже вот сомневаюсь, страна до тех пор будет сохранить свою целостность, экономика и все остальное. Тоже может к развалу мы подойдем. Уже развалилась. Таким же образом. Вот я что хочу сказать про современную власть. Это фактически мафия в чистом виде, понимаете. Вот на кухнях там вот такие вот маленькие сборища людей, они для них пока не безобидные. А вот если который журналист, там, депутат, зудит, как, допустим, на нашей памяти щико-чихи, там, холодов, туда-сюда, и вот просто так тупо по голове кирпичом, там, допустим, или пристрелить у подъезда. Это чисто мафиозные вот эти вот замашки, как говорится. И мы терпим вот такую мафиозную власть. Понимаете? Своей пассивностью. Ну, если, допустим, в Пуркина фасов почему-то могут массово выступать в протестных, там, как бы, в протестных акциях, почему у нас не могут? Вот что меня удивляет. Пора прекращать, вот, вот, сказать, свой парк, как говорится, на кухнях, или сейчас вот в интернетах. Пора воспитать, как бы, свое, своих близких, друзей, там, вот, детей подрастающих, поколения, пусть хотя бы по истечении шести лет что-то будет массовое. А вообще, вот мы и здесь, как бы, собрались, это тоже безобидная такая акция. Вот, ребята силовых структур, которые курируют эти вещи, им уже не интересно стало, они уже разворачиваются и уходят. Никакой опасности для власти, вот такой вот, как говорится, такой вот мизерный, как бы, протест, так называемый, он ничем не грозит, власти. Вот, вот к этому, собственно, я и призываю. Нужно верить лучше. Всего доброго. Верить надо, но здесь надо лучше надо. Привет. Привет.